В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте, смотрите сегодня в выпуске. Стихийная стоянка или специально организованные парковочные места? Кто ставит машины рядом с первым детским садом? Бакалавриат, специалитет магистратуры. В Центре культуры и досудовне прошла церемония вручения дипломов выпускникам Сарфа-Тыни Яумифи. Новая система дополнительного образования. Детский технопарк Уанториум готовится к открытию. Далее расскажем обо всем подробно. Трубы починили, но забыли убрать последствия ремонтных работ. Во дворе дома номер 2 по улице Матросова уже больше месяца лежат знаки и пластмассовые оградительные блоки. Они остались там после того, как рабочие устраняли аварийный прорыв трубы. Это создает значительное неудобство жильцам подъезда. О ситуации собственники квартир сообщили в рубрику «Городской дозор». Ведутся ремонтные работы, проход запрещен. Несколько дорожных знаков уже не первый месяц пылятся во дворе возле дома номер 2 по улице Матросова. А еще песчаные насыпи, пластмассовые оградительные блоки, которыми заложили место, где не так давно велись работы по ликвидации аварии. Прорвало где-то эту трубу месяц-полтора назад. Приехали, раскопали. Потом через недели-две закопали. Это все осталось так. Жители подъезда обходят склад из знаков у блоков по газону. И без того не очень благоустроенный двор превратился в ремонтную площадку. Вот только сроков окончания работ жильцы не знают. Ситуацию усугубляет и то, что в темное время суток прохожий может просто-напросто не увидеть эту гору. Во дворе нет освещения. Когда было только раскопано, ям было освещение, было освещение. А сейчас никакого освещения. То есть они раньше подсвечивались, хотя бы красненькими фонарями они подсвечивались. Во втором подъезде дома номер 2 по улице Матросова всего несколько квартир. Но там живут и пожилые люди, и семьи с маленькими детьми. Обходить препятствия приходится и прохожим, которые срезают путь через двор. Ну, потому что тут такие люди живут пожилого возраста. Ну, сами понимаете, они могут и упасть, и разбиться, и так далее. Кроме вот раскопанных и вот бурьян у нас тут ничего нет. Никакой инфраструктуры такой. Как выяснилось, аварийный ремонт на этом участке выполняла Саровская теплосетевая компания. При проведении плановых работ по подготовке к предстоящему отопительному сезону там было обнаружено повреждение трубы. На сегодняшний день оно устранено, но и будут продолжаться восстановительные работы по благоустройству. Данное место огорожено водоналивными ограждениями, знаки выставлены по безопасности. Работы по благоустройству планируют выполнить до конца недели или в начале следующей, в зависимости от погоды. На месте, где раньше была разрыта яма, уплотнят грунт и положат новый асфальт. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. Парковочные места в нашем городе на вес золота. В часы пик машину сложно поставить около работы, а по возвращению домой не всегда найдется заветное место для автомобиля во дворе. Не так давно возле детского сада номер один «Лесная сказка», расположенного по улице Советской, появилась тенка для машин, засыпанная щебенкой. Кто организовал эту парковку и кто ей пользуется, выясняла наша съемочная группа. Неспроста детский сад номер один получил название «Лесная сказка». Его здание практически полностью окружено зелеными насаждениями. Вот только часть территории с деревьями и кустарниками сотрудникам сада приходится ограждать сигнальной лентой. В последнее время здесь стали часто оставлять личный транспорт, несмотря на то, что там нет ни знака парковки, ни специальной территории, организованной под стоянку. Парковался что-нибудь, в минуту сейчас уеду. Расскажите, пожалуйста, почему именно это парковочное место вы выбрали? До свидания. До свидания, очень приятно. На территории воинской части появился пропускной пункт, ворота которого выходят прямиком на улицу Советскую. Именно после появления нового входа на территорию дивизии рядом с садом стало парковаться все больше машин. А потом это место и вовсе засыпали щебенкой. Сперва могло показаться, что это подготовительный этап к оборудованию стоянки. Но после того, как высыпали и утрамбовали щебенку, работы прекратились. Как оказалось, этой стихийной парковкой родители детей из детского сада практически не пользуются. Свои автомобили здесь чаще всего оставляют военнослужащие. У меня ребенок ходит в этот детский сад. У вас ребенок ходит? Да. Когда я приезжаю с утра, всегда есть парковочный мост. Кто засыпал эту территорию щебенкой? И появится ли здесь официальная парковка? Подробности мы расскажем в наших ближайших выпусках новостей. Дарья Цыпорыгина, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24. 20 июля в Темниковском районе Республики Мордовии пройдет первый фестиваль рыбака на Мокше, в рамках которого пройдут соревнования по любительской рыбной ловле. Призовые места получат те, чей вес улова окажется самым большим. Для участия в соревнованиях необходимо иметь личный рыболовный инвентарь. В программе фестиваля предусмотрена работа кулинарной, спортивной и культурной площадок, катание на луках и катере, а также фотозона. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Со следующего года пособия на первого и второго ребенка начнут выплачивать семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов. Соответствующий законопроект одобрила Госдума. Сейчас, напомним, право на получение выплат имеют семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает полторы величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в конкретном регионе. Закон был подготовлен в исполнении поручения президента, которое Владимир Путин дал в послании Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что рождение детей не должно означать для семьи резкого падения уровня благосостояния. Выпускники в Нижегородской области написали ЕГЭ существенно лучше, чем в среднем по стране. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Самый высокий результат ребята показали по физике. Он почти на 7% превысил среднероссийскую отметку. 58,2 балла против 54,5. Средний балл по русскому языку в регионе 73 балла, в то время как по стране 60,5 балла. Кроме того, в 2019 году нижегородские выпускники получили 173 стобальных результата. Год назад таких работ было 142, а два года назад всего 114. 23 июля глава администрации Сарова Алексей Голубев проведет личный прием граждан. Записаться на встречу можно будет во вторник, 16 июля, в 128 кабинете здания городской администрации с 8.30 до 17.30. При себе необходимо иметь паспорт. Более подробную информацию можно получить по телефону 9 90 59 и 9 77 70. 274 диплома, из них 96 с отличием. В Центре культуры и досуговне вручили документы об окончании учебы выпускникам политехникум, бакалавриатам, магистратурой и аспирантуры. Сегодня перед вчерашними студентами открыты все дороги. Часть из них продолжит обучение, а часть уже в скором времени станет сотрудниками различных предприятий нашего города. На церемонии вручения дипломов побывала наша съемочная группа. Для каждого студента вручение диплома – это важное событие в жизни, к которому он упорно шел несколько лет. Помимо документов об успешном окончании учебы, часть выпускников получили благодарственные письма за успехи в той или иной сфере. Полина Абросимова вместе с красным дипломом унесла домой награду – поощрение за общественную деятельность. Я на самом деле хочу выразить благодарность всем преподавателям института за их теплые отношения, за поддержку, которую всегда от них можно получить. Хочу выразить благодарность студентам за то, что они есть, они тоже мотивируют как-то достигать каких-то успехов. Как и многие выпускники, Полина планирует устроиться на работу в ядерный центр. Хорошим стартом для нее и других вчерашних студентов стало прохождение практики на площадках в НЕФ, где молодые люди могли принять знания и опыт у ведущих ученых нашей страны, познакомиться с оборудованием и программным обеспечением, которое используется на городообразующем предприятии. Благодаря этому выпускники с РФТИ имеют преимущество при приеме на работу. Если другим не нужно, придется включаться в процесс, узнавать тонкости обустройства в НЕФ, то вы уже здесь как рыба в воде. Поэтому зачастую выпускники Сороцкого физико-технического института, они имеют более стремительный карьерный рост, они занимают более зачастую ключевые должности в Российской Федеральной ядерной центре. Годы учебы для многих выпускников пролетели как один миг. Для молодых людей Сороцкий стал вторым домом, который они всегда будут вспоминать с особой нежностью и теплотой. Я так рада, что я сюда попала, мне так понравилось обучаться. То есть преподаватели были замечательные, столько знаний, столько практики. Сороцкий постоянно помогал нам, отправлял нас на интересные конкурсы, олимпиады, в которых мы принимали участие неоднократно. И поэтому мне очень хочется поблагодарить этот институт. Все было очень круто, мне понравилось, классные преподаватели, классные пары. Красный диплом, как итог. Все было здорово. Получением дипломов учеба для вчерашних студентов не закончилась. Чтобы достичь успехов на профессиональном поприще, учиться им предстоит всю жизнь. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Первые тренинги и собеседования с будущими наставниками. На базе технопарка Саров состоялась встреча представителей Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области с кандидатами на замещение вакантных должностей педагогов Кванториума. Открытие детского технопарка состоится уже осенью в первой половине ноября. О том, как будет строиться учебный процесс и какие требования предъявляют наставникам, расскажем далее. Мир вука, софты, харды и кейсы. Кандидатов на должности наставников с первых минут встречи погрузили в новую систему дополнительного образования, которая реализуется на базе детских технопарков Кванториум. Задача – показать участникам особенности образовательного процесса и плотно поработать с претендентами на педагогические должности. Вся образовательная деятельность детского технопарка Кванториум связана с тем, что в центре этой деятельности стоит ребенок, его проблемы, желания, его возможности выбора того направления, которым он очень хочет заниматься. Представители Министерства образования, науки, молодежной политики познакомили участников с особенностями новой формы профориентации школьников. Кванториум дает детям возможность узнать больше о современных технологиях и выбрать себе профессию по душе. В основе образовательной деятельности находится принцип 4К, что под этим мы имеем в виду. Те компетенции, которые ребенок получает – это в первую очередь креативность, это команда образования, это продуктовое мышление. Собственно, вот эти особенности, которые выделяют тот образовательный процесс во всех детских технопарках Кванториум в Российской Федерации. На встречу пришли люди разного возраста и профессии. Они сосредоточенно слушали, записывали и задавали вопросы. Подробнее о новой форме дополнительного образования рассказала руководитель Нижегородского Кванториума, а также провела для участников тренинг. Практический тренинг, который чуть-чуть их окунет в будущее их деятельность, позволит генерировать идеи, позволит работать в команде, так как Кванториум – это командная работа, это проектная деятельность, это деятельность, которая нацелена на будущее, на ребенка, на то, чтобы идти в ногу с ребенком. Кванториум в Нижнем Новгороде работает уже год, поэтому сомнения кандидатов Светлане непокоровы и понятны. Перестроиться с классической формой обучения на новую, педагогам со стажем трудно. Год у нас был сложный, когда мы работали тоже с педагогами, и они потихонечку, шаг за шагом перестраивали, перестраивали свои методы, свои подходы к образовательной деятельности, свое общение с детьми. Это сложно, но это безумно интересно. Следующая встреча пройдет в конце июля. В рамках организационных мероприятий будут обсуждаться проблемы взаимодействия с Ядерным центром, Департаментом образования и Администрацией технопарка. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. С 3 июня в нашем городе стартовал конкурс «Читатель года-2019». Его организатором выступает Центральная городская библиотека имени Маяковского. Конкурс проводится в 8 номинациях. Принять участие в нем может каждый желающий, независимо от возраста, образования и рода занятий. Победители конкурса войдут в Книгу почета библиотеки Маяковского. Конкурс «Читатель года-2019» проводится в 8 номинациях. Победителей в 6 выберет компетентное жюри, в состав которого входят сотрудники библиотеки. А в номинациях «Самые активные летние читатели» и «Моя любимая библиотека – территория творчества» лучших определят читатели библиотеки. «Самый активный летний читатель. Что нужно сделать, чтобы принять участие в этой номинации? С этой недели у нас открывается летний читальный зал и библиотечный дворик. Нужно приходить на все мероприятия или на большинство из них и получать флайеры, закладки и различные материалы, которые будут выдаваться на этих мероприятиях». В номинации «Моя любимая библиотека – территория творчества» читателям нужно изобразить интерьеры библиотеки, мероприятия, сотрудников или фантазии на тему будущего Маяковки. Рисунки и подделки могут быть выполнены в различных техниках. «Этот конкурс проводим один раз в два года. И участие в нем могут принять все горожане в независимости от возраста, рода занятий, но те, кто являются читателем библиотеки Маяковского». Работа в номинациях «Моя любимая библиотека», «Территория творчества» и «Самый активный летний читатель» принимаются до 14 октября в отделе методической и инновационной деятельности библиотеки имени Маяковского. Подробную информацию о конкурсе можно посмотреть на сайте библиотеки. Подведение итогов и награждение победителей состоится в ноябре. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей.